13 января. Васильев вечер. Также ещё этот день мы знаем как Маланья Римлянка. Васильев вечер накануне Старого Нового года назывался Щедрым. Существовало поверье. Богатый стол обеспечивает хозяину дома достаток на весь год. Потому и готовили хозяйки к этому дню множество угощений для своей родни, соседей и друзей, зашедших в гости. «Свинку до боровка припасай для Васильева вечерка», — говорили в народе. Главные блюда Васильева вечера готовили из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиней и свиноводства. Свинья издревле была символом плодовитости и благополучия. Васильев вечер считался лучшим временем для гадания и предсказания будущего. Всё, что нагадается в этот вечер, обязательно сбудется. Хозяйки варили в печи кашу и примечали, если каша получается вкусная и пышная, это предвещало счастье и удачу всему дому в новом году. Также примечали погоду. Если на Василия дует ветер с юга, год будет благополучным. С запада — к изобилию молока и рыбы. С востока — к урожаю фруктов, овощей и ягод. Если на окнах лёд, у пчёл будет мёд. Если небо звездисто, будет год хлебный и ягодный. Считалось, что на Василия ведьмы крадут месяц, чтобы он не освещал их ночные прогулки с нечистыми духами. Также 13 января Православная Церковь почитает преподобную Маланью Римлянку. Этой святой часто молятся при тяжёлом родоразрешении. Наши предки в этот вечер демонстрировали благополучие, довольство, сытость и добрые отношения. Считалось, что это принесёт им счастье в наступающем году. По этой причине с Маланей связано понятие больших приготовлений и изобилия. Все мы знаем выражение. Наряжается, что на Маланину свадьбу. Васильев вечер гадали девушки о замужестве и погоде, а ещё выражили по кутье. Если горшок с кашей в печи треснул или кутья оказалась мелкой и белой, то всё это было предвестником беды в доме. Если же кутья во время приготовления покраснела, а горшок с ней полон, то и в семье ждали счастья и удачу. Гадание о замужестве Васильев вечер было особенно актуально. Существовало такое очень простое гадание. Мать завязывала незамужней дочери глаза и водила её по дому. Потом отпускала и говорила, чтобы девушка шла туда, куда ей хочется. Если дочка подходила к двери, значит она скоро выйдет замуж. Ещё одно гадание. В блюдце наливали воду и опускали две иглы. Если иголки в воде сойдутся, то гадающая выйдет замуж за любимого. Также с помощью кутьи девушки узнавали, какие деловые качества будут присущи будущему мужу. С этой целью готовую кутью выставляли на колодец и ждали, кто прилетит её клевать. Сорока, жених будет проворным и болтливым. Если ворона, непутёвым. Если голубь, добрым и заботливым. Воробей, работящим. Все эти гадания непременно сбывались.